Директор туристического агентства Что хочет именно человек То есть даже ту же самую Турцию, если взять То есть летом самое популярное направление у нас в городе считается Можно выбрать такой отель, который бы подходил именно под ваш бюджет Это всегда такое было И тем более в этом году, когда Россия очень мало отдыхает Помимо Турции тоже есть интересные направления Такие как Шри-Ланка та же самая То есть это считается сейчас не сезон в этой стране Но в любом случае люди туда катаются отдыхать Несмотря на то, что там дождики идут Но дожди же там не проливные То есть он прошел утром, прошел вечером А все остальное время солнышко с тучками Естественно по ценам это очень даже выгодно получается из-за этого Ну давайте как раз таки на ценах подробнее остановимся Какая средняя цена отдыха, например, в той же Турции? В той же Турции средняя цена за хороший отель Порядка где-то 1200-1300 долларов на человека в этом году В прошлом году, в этот же период, цена была за те же самые отели Порядка 1500-1600 долларов То есть в этом году наблюдается то, что гораздо ниже цены А если брать задешево, отдохнуть задешево, то за сколько можно в Турцию слетать? В Турцию 800-900 долларов получается То есть это уже будут отели немножко пониже по уровню То есть это будут 3-4 звезды Но все равно хорошие отели, с питанием все включено, конечно А вот самые популярные маршруты для наших южно-казахстанских туристов какие? Анталийское побережье, может быть даже Киргизия, но Киргизией мы не занимаемся Тем же самым мы с Акулием, но насколько я знаю туда очень много людей ездит в этом году И Европа А есть ли среди наших горожан те, кто бы хотел побывать в экзотических странах? Кто приходит и целенаправленно заказывает экзотику, так скажем? Конечно, очень часто Потому что многие люди ездят по нескольку раз в одну и ту же страну И в конце концов это надоедает уже Хочется посмотреть что-то новое Ну а экзотика, она всегда интересная То есть это абсолютно другой мир Не похожий ни на Казахстан, ни на Россию, ни на Турцию ту же самую Которые уже привыкли видеть как родную страну многие туристы И поэтому хочется каких-то новых ощущений Что-то новое попробовать, что-то новое испытать, что-то новое увидеть И очень часто спрашивают такие вещи Какие страны вы можете предложить нашим горожанам? Экзотические? Самые простые экзотические страны Таиланд уже можно не считать экзотикой Потому что туда заядлые туристы уже скатались не один и не два раза Можно назвать для Казахстана экзотикой Вьетнам Сравнительно недавно туда начали летать люди И для многих людей все-таки это является открытием То, что они видят именно в этой стране Интересная страна это Шри-Ланка То есть многие путают ее с Индией Считают то, что там так же грязно, как в Индии Но это абсолютно не так То есть это абсолютно другой мир Другая культура И честно говоря, когда я там побывал Для меня многое показалось очень необычным Настолько необычным, что ни в одной другой стране я такого не видел В последнее время тоже люди активно спрашивают дальние страны То есть такие как Куба, Доминиканская республика То есть это тоже противоположная страна нашей планеты И совершенно другой отдых То есть там люди совершенно другие Это уже люди, которые живут в Мексике, в Бразилии, в Америке Которые туда приезжают именно отдыхать И менталитет другой И сам по себе отдых совершенно другой Много всего нового можно увидеть именно в этих странах Вот по ценовой категории Где выгоднее всего отдыхать? И вот экзотические страны Самая минимальная стоимость По какой цене можно слетать? Если лететь летом на ту же самую Шри-Ланку, про которую я уже говорил Туры обходятся где-то от 500-600 долларов на человека То есть это очень дешево для такой страны Единственное то, что с собой нужно взять еще денежку Для того, чтобы попутешествовать хотя бы немного То есть Шри-Ланка получается дешевле, чем Турция? Да, но там питание не входит еще А, понятно То есть такой маленький нюанс Да, да, да То есть вы прилетаете на Шри-Ланку И у вас в отеле входит только питание-завтраки А обедать, ужинать это уже на ваше усмотрение То есть вы можете и в самом отеле Можете сходить куда-нибудь на улицу в интересной забегаловке Потому что их там миллионы Причем все разные Смешные Можно В принципе даже в магазине покупать ту же самую еду И кушать уже в отеле Летом очень низкие цены на Эмираты То есть все привыкли, что прилетая в Дубай Вы платите миллионы за то, чтобы пожить в хорошем отеле То есть зимой, да, так оно и есть А летом, если вы прилетаете в Дубай То в те же самые пятизвездочные отели, которые находятся на берегу моря Вы платите в 2-3 раза дешевле То есть береговые отели, они обходятся вам в 900 долларов на человека В 950 долларов Это высокого уровня отелей Если брать соседние Эмираты, как например Аджман То там можно отдохнуть вообще за 700, за 800 долларов в хорошем пятизвездочном отеле Есть такой Эмират, тоже новинка и для Эмиратов, и для многих нас Эмират называется Расальхайма То есть он немножко отдален от Дубая Это где-то 120 километров Но примечательно то, что там все отели предлагают питание, все включено То есть оно очень нравится нашим туристам, чтобы уже не заботиться о том, куда пойти покушать, где попить и прочее И цены, очень низкие цены в этих Эмиратах То есть в Расальхайме отель с питанием все включено 5 звезд на берегу моря обходится где-то порядка 850-900 долларов на человека Как выбрать хорошего туроператора? Лучше конечно же поспрашивать у знакомых, кто летал, откуда летал, через какие компании Не обманывали, не обманывали Естественно уже из этого попробовать построить для себя уже модель, где можно будет купить Но и это тоже не будет 100% гарантией Потому что за последнее время были случаи, когда надежные компании Казалось бы надежные, которые отправляли не первый год этих людей То есть и не второй год, то есть постоянных туристов Просто обманули, кинули и продали несуществующие туры Все-таки отправляясь в отпуск Какие документы необходимо оформить и какие документы необходимо брать? Обязательно нужно проверить срок действия паспорта Потому что очень часто я вижу в своей работе, что человек довольный приходит покупать путевку Протягивает свой паспорт, а он уже практически закончился В этом случае его просто не выпустят из страны Срок действия паспорта для граждан Казахстана, которые путешествуют куда-нибудь Должен быть действительно не менее чем полгода с момента возврата из страны пребывания То есть если вы летите в июле, соответственно проверьте Паспорт должен заканчиваться где-то в феврале или еще дальше Следующего года уже Также если вы летите, путешествуете с детьми То знайте, что на ребенка нужен не только паспорт, но еще и свидетельство о рождении Когда вы выезжаете за границу, обязательным документом является предъявление свидетельства о рождении на границе Без свидетельства о рождении, даже если есть паспорт или ребенок вклеен в ваш паспорт Граница имеет право не пропустить вас Если ребенок путешествует с одним из родителей, то нужно разрешение второго родителя на выезд за границу Это в принципе самые основные правила, которые до выезда Желательно убедиться в том, что нет никаких долгов Потому что в последнее время очень часто на границе начали останавливать людей Те, у кого есть задолженность по налогам, по алиментам Либо по каким-либо другим штрафным санкциям То есть те же самые штрафы из ГАИ тоже могут запретить человеку вылететь Бывало даже то, что из-за 500 тенге человека просто не пропускали через границу, потому что не имеют права Все это проверяется либо на сайте Министерства юстиции, либо в Палате судоисполнителей можно будет эту всю информацию получить И желательно об этом позаботиться заранее, чтобы это не оказалось сюрпризом в аэропорту, когда вся ваша семья прошла, вас уже не пропускают Хорошо, вот те документы, которые понадобятся уже там, за границей Это полностью работа туроператоров? Они их оформляют? Да Вы для этого и обращаетесь к турагентствам и туроператорам, для того, чтобы у вас был полный комплект документов То есть это ваучер для проживания в гостинице, для трансфера, либо для каких-то туристических услуг Обязательно страховка, то есть без страховки вообще нежелательно вылетать ни в какую из стран, потому что медицина, как правило, в курортных городах, она гораздо дороже, чем везде Ну и, конечно же, авиабилеты Если вы вылетаете в какую-то страну, где требуется виза, то также у вас должна либо уже быть проставлена виза, либо вы должны знать, какие документы вам нужно предоставить для получения ее в аэропорту по прибытии Скажите, насколько отдыхающим нужна страховка? Обязательно, даже если вы не собираетесь болеть на отдыхе, случаи бывают разные, и если есть у вас страховка, это будет большим подспорьем именно при обращении к врачу Большинство страховок имеют такую вещь, как франшизу, то есть обращаясь к врачу, вы по-любому платите какую-то сумму Но независимо от того, сколько стоило ваше лечение или обращение к врачу, то есть 100 долларов или 8 тысяч долларов, вы потратили только вот эту малую часть именно этой франшизы Поэтому в любом случае страховка это очень даже хорошо на отдыхе Отправляясь в чужую страну, хочется посмотреть, видеть не только море и отель, а вообще посмотреть достопримечательности Очень многие отправляются на экскурсии, причем многие отели предлагают экскурсии не только внутри города, но и между городами Вот на ваш взгляд, насколько это безопасно? Это безопасно, если вы берете у туроператора, у проверенного туроператора То есть если вы берете подобную экскурсию где-нибудь на улице, вполне не исключено то, что вас забудут где-нибудь в Памуккале в Турции Или в Израиле вы не пройдете самостоятельно границу, тоже вас там же оставят на произвол судьбы Таких случаев мало, конечно же, то, что где-то забывали или не пропускали, но все-таки они были Если вы берете экскурсию у туроператора, то есть он уже не то чтобы гарантирует, но он все силы прилагает для того, чтобы вас оттуда вывезти И именно считает всех по головам, как цыплят, потому что есть какая-то ответственность Потому что можно подать в суд потом на этого человека, на этого туроператора за то, что он оставил его одного в пустыне и вернулся сам Как-то так Вот путешествия по экскурсионному туру между городами, какие документы необходимо иметь при себе? Желательно, не обязательно, конечно, но желательно брать с собой документ удостоверяющий личность, то есть паспорт Если прям далекая экскурсия, то можно взять с собой еще и страховой полис Но это тоже береженого Бог бережет, то есть можно и не брать его, но как вариант можно его с собой прихватить Ну и, естественно, деньги нужно брать, на тот случай, если оставили в пустыне Андрей, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я бы хотел пожелать то, чтобы любое путешествие приносило только самые-самые позитивные моменты И, естественно, не болеть в путешествиях А то мы так много говорили про страховки Огромное спасибо, что вы пришли к нам сегодня в гости, уделили минуточку своего драгоценного времени У меня для вас небольшой презент на память о нашей встрече, это газета Рабат Читайте и выписывайте с удовольствием Спасибо большое, спасибо Вам удачи, творческих успехов и побольше клиентов Спасибо большое, до встречи До свидания Субтитры подогнал «Симон»